Программа «Наше утро» на телеканале ОТВ продолжается. 8.50 на наших часах. Дмитрий Солдатов, Марина Гес, идем дальше. Друзья, 17 июня 2021 года с момента официального опубликования решения о назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва стартовала избирательная кампания. На эту тему более подробно мы поговорим с нашим гостем. С нами на связи Сергей Абертас, председатель избирательной комиссии Челябинской области. Сергей Владимирович, доброе утро. Доброе утро. Компания стартовала. Скажите, насколько активно сейчас происходит выдвижение? Мы можем судить только по количеству рекламных счетов в городе. Мы понимаем, что дело движется. Компания идет. Да, совершенно верно. Компания идет. Идет процедура выдвижения кандидатов. В данный момент мы знаем с уверенностью как минимум два факта. Первое, что в окруженные избирательные комиссии Челябинской области пять кандидатов самовыдвиженцев подали документы. И также мы видим, что, соответственно, кандидаты, представители политических партий заверяют свои списки в Центральной избирательной комиссии. Уже заверило их почти десять. То есть около пятнадцати человек сейчас выдвигаются в Думу? Ну, в совокупности, да. Сергей Владимирович, голосование будет проходить в трехдневный срок. Это 17, 18, 19 сентября. Вот такое голосование трехдневное, оно усложняет процесс подготовки организации? Спасибо, Илья, за вопрос. Ну, действительно, было принято решение, был принят порядок об особенности голосования. И уже с уверенностью можно сказать, что в той эпидемиологической обстановке, которая у нас сейчас есть, она достаточно непростая, голосование пройдет не только 19-го, но и в пятницу и субботу, дни предшествующие этой дате. Ну, мне кажется, это мера обоснованная, потому что, повторюсь, это решение было принято комиссией, которая организует выборы данной, центральной избирательной комиссии. Мы будем обязаны его организовать, исходя из того, что три дня голосовать более удобно, более безопасно. Единственное, что вырастет, это, конечно, вырастет нагрузка на членов избирательных комиссий участковых. Но я напомню, что в том году мы смогли выдержать и общероссийское голосование, с семидневным голосованием и голосованием ЗСО, которое также продлилось три дня. Поэтому больших проблем организационных мы по этому вопросу не испытываем. Будет непросто, но мы справимся. Чем вооружены организаторы трехдневного голосования в плане защиты от ковида? Спасибо за вопрос. С уверенностью могу сказать, от того, что из тех кадров, которые сейчас у нас видны на экране параллельно со мной, ничего не изменится в худшую сторону точно. То есть ровно так же все члены избирательных комиссий будут оснащены средствами индивидуальной защиты. Перечислять их, наверное, нет смысла. Ну, конечно. А избиратель наш, многочисленный, надеюсь, он так же при процедуре голосования, которая будет проходить в эти три дня и в помещении для голосования, и на дому, они так же будут обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты, которые у нас будут в наличии. У нас их будет для всех. Мы заложили достаточное количество. Плюс к этому так же кандидат, если члены комиссии по заявке пойдут голосовать вне помещения, или в помещении даже, так же все это будет передаваться в индивидуальном одноразовом пакетике, в котором будет, давайте назовем так, набор избирателя. Ручка, избирательный бюллетень, перчатки. Через портал Госуслуг мы сможем проголосовать? В стране сейчас продолжает действовать эксперимент по дистанционному голосованию. Финальный список пошло чуть менее 10, если бы точно 7 субъектов. В этот раз такое право нам не досталось. Но тем не менее, через портал Государственных услуг, уже начиная за 45 дней до дней голосования, можно подать заявление для того, чтобы воспользоваться правом проголосовать по месту нахождения, не по месту регистрации. Это так называемый наш мобильный избиратель. Помимо того, что это будет портал Госуслуг, за 45-3 дней до дня голосования это можно будет сделать и в территориальной избирательной комиссии, и в любой участковой избирательной комиссии. Но в том случае надо прийти будет точно. Если же гражданин не смог в этот период времени прийти в эти три названные мной организации, или в портал, собственно говоря, то за 10-3 дней он это может сделать, придя в любую участковую избирательную комиссию. Сергей Владимирович, вот скажите, пожалуйста, вы сказали, что вошли только 7 субъектов, да, где можно будет непосредственно через Госуслуги проголосовать. А по каким принципам вообще, критериям определяются субъекты? Почему Челябинская область не вошла? Ну, давайте начнем с того, что мы в том году были также в топе уже, поэтому, наверное, надо уступить место и другим субъектам. Напомню, что в том году мы в рамках эксперимента организовывали процедуру сбора подписей в поддержку кандидатов на выдвижение выборов депутатов законодательного собрания. И мы были единственной в стране комиссией, которая организовывала кампанию ЗСО со сбором подписей через портал Госуслуг. Было еще две, конечно, территории, но там были выборы губерната, это все-таки немножко другая особенность. Поэтому надо попробовать также и другим коллегам поработать в этом направлении. А мы в следующий раз подключимся обязательно. И напомните нам, пожалуйста, когда будут известны результаты голосования? Ну, законодатель достаточное количество времени будет устанавливать для этого. Поверьте, мы, с одной стороны, не будем делать никакой спешки, потому что, как вы знаете, наша основная задача провести с точки зрения здоровья безопасные выборы, но также самое главное, чтобы они еще были легитимными и результат был понятен всем участникам избирательного процесса. Поэтому сильно мы, конечно, спешить не будем, но идти мы тоже смысла нет. Как только все данные будут введены в систему Газвыбора, мы получим все протоколы окружных комиссий по одномандатным округам, по списку. Мы, естественно, также, выдержав паузу, рассмотрев все вопросы до этого, подведем итоги и определим результаты. Сергей Владимирович, спасибо вам большое за то, что вышли с нами на связь. Но я напомню, что мы беседовали с Сергеем Абертасом, председателем избирательной комиссии Челябинской области. Надеемся, что все пройдет легко, быстро, безопасно. Это точно. Друзья, движемся дальше. Прямо сейчас передаем слово синоптикам. Узнаем, какая погода ожидает нас сегодня за окном.